Сегодня в нашей программе премьера стартует рубриком «Про нас». Каждый понедельник мы будем рассказывать о людях разных национальностей, которые живут в нашем регионе. Итак, наш первый материал. Побывать в разных странах, не выезжая за пределы Иркутской области, можно. Это будем доказывать в новой рубрике «Про нас». И сегодня мы отправимся в страну, где нет монет, на купюрах изображены животные, а жителей прозвали бульбашами за любовь к картошке. Мы отправляемся в Белоруссию. Более 60 деревень основали белорусы в Иркутской области. В Сибири белорусы строили хаты с узкими окнами. Это было удивительно для местных. Белорусы безуспешно пытались научить сибиряков сажать картошку не в лунки, а в борозды. Сейчас в регионе проживает почти 10 тысяч белорусов. Картошечка, лучок, яичко. Но это чисто по белорусски, без муки. В семье Куликовых дранники любят все. Софья за то, что они готовятся быстро. О Любови Федоровне они напоминают Белоруссию. Свою родину женщина не видела больше 30 лет. Дети и внуки там и вовсе не были. Лететь из Иркутска долго и дорого. Поэтому Любовь Федоровна нашла другой способ показать, какая она – Белоруссия. Летя соколик по полю. Таких посиделок Куликовы не пропускают. Здесь собираются все, кому интересно узнать, как, например, отпраздновать богач, День уборки урожая или создать белорусский костюм. Самое сложное – орнамент. У каждого человека он свой. Считается, что черно-красный узор защищает того, на чьей одежде вышит. Особое отношение у белорусов и к предметам быта. Кошек, кошек, кошек. У нас их плели слепы. Она везде идет. И бульбочку копают хорошо, и рыбу дашь половить. Подобную утварь белорусы привозили в Сибирь и в 17 веке, как исследователи края, в 19-м, как революционеры, в 20-м, как вынужденные переселенцы. Здесь они работали ремесленниками, врачами, и даже был среди них губернатор. Этот пост 8 лет занимал Константин Светлицкий. По его инициативе построили драм-театр, архитектором которого был тоже белорус Николай Тумакевич. Запомнился иркутскую ссыльный лекарь Целестин Цехановский. В условиях каторги в кандалах он лечился от отечественников. А когда ему разрешили снять оковы, Целестин в знак солидарности с товарищами отказался это сделать. Добродушие и сопереживание у белорусов, оно как-то уж слишком гипертрофировано. То есть оно слишком повышенное такое. Иногда даже в ущерб себе, но они просто хотят помочь другим людям. И вот это вот как-то выделяет белорусов, я думаю, вот именно их характер, белорусский характер. Белорусский характер до конца узнать, наверное, невозможно. Но все же стоит попытаться понять его и сблизиться с теми, чьи предки когда-то приехали в Сибирь на время. Но в итоге Иркутская область стала для многих из них домом, а мы соседями. Не зря же, говорят, дружные соседи способны на великие добрые дела. А это нашему региону будет очень кстати. Антонина Махнева, Андрей Назаров. Новости по будням.